Здравствуйте! Т.е. называется «Начинаем с чистого листа». Не хотелось бы начинать с чистого листа, потому что с многими из вас мы уже встречались в прошлом году. Кто-то был в встрече, многие были, правильно? И, безусловно, начинать с чистого листа как-то не хочется. Все-таки мы полагаем, что та встреча, которую мы с вами провели в прошлом году, она не пришла все равно не замеченной ни у нас, не условно, как у руководителей, так и у вас, поскольку вы тоже, мне кажется, на той встрече унесли с собой какие-то моменты, которые бы позволили вам принять решение в прошлом году. Мы, как и обещали в прошлый раз, обещали вам представить пакет документов, который бы позволил нам с вами создать некую структуру, которые позволят, ну, как-то общаться более нормализованно, более уже конкретно, чтобы мы понимали все-таки в рамках чего мы работаем. В первую очередь, конечно, таким, чтобы была создана некая молодежная организация в течение и так далее, которая бы позволила нам принимать решения какие-то. И третье решение мы носили довольно, ну, такой, действительно, законодательный характер, я просто громко скажу. Ну, мы в прошлый раз с вами говорили, что у нас форм реализации нашего общения или форм реализации общественного движения довольно много. Это и молодежный парламент, это и молодежный совет при главе, это и молодежное правительство, это и молодежные движения, это и молодежные движения, о которых мы с вами вдруг раз уже говорили, что необходимо принимать какие-то шаги, которые бы не киняли эти молодежные организации, поскольку мы тогда только нас считали их не менее так пяти, правильно? Вот. И вот все-таки хотелось бы, чтобы мы с вами как-то сегодня уже перешли к более детальному исключению каких-то агрессионных моментов и уже вышли сегодня отсюда с каким-то результатом. То есть, если мы говорим о молодежном столете, то создать молодежный совет. Если мы говорим о молодежном парламенте, то в свое время мы создавали молодежный парламент, к сожалению, он при совете депутатов, когда я был председателем совета депутатов, то, опять же, на инициативе такой парламент был создан. К сожалению, это оказалось межборожденное дитя, и эффективной работы мы от него не увидели, от этого парламента. Может быть, и есть смысл нам с вами реанимировать его, чтобы участвовать в работе молодежного парламента Московской области. Такой парламент работает при Московской областной думе. Поэтому сегодня, я думаю, что те документы, которые мы с вами посмотрим, ваши предложения, которые вы готовы наверняка высказать, мы послушаем, обсудим. И давайте мы с вами на инструкционной площадке выработаем такие документы, которые нам в дальнейшем позволят действительно продуктивно работать. Вот такое маленькое отступление, которое я, как ваш гость, так скажем, мог сказать. Сейчас, мне кажется, есть самое время в таком не заформализованном, не заорганизованном виде и обсудить те вопросы, которые я вам с краешком скользко обозначил. Поэтому давайте будем с вами обсуждать. Хорошо? Поэтому в начале повестки дня, наверняка, вам все ее раздали, да? У нас вопросы для разобрения – это подведение итогов работы, формирование молодежного совета, формирование молодежного парламента, во-вторых движений и участие молодежных подробностей в проведении Дня победы. Ну, в принципе, все то, что я уже озвучил вам сейчас. Значит, ну, если говорить о первом вопросе, ну, наверное, нам пока, так откровенно, давайте будем откровенно, пока нет больших результатов, которые мы сегодня подводили итогами, ну, чего мы собрались, с вами один раз поговорили, и, наверное, на этом у нас вся с вами совместная работа в прошлом году была закончена. И, поверьте, искренне, и хотелось бы, чтобы наши встречи, они носили характер сущих рук. Все-таки хотелось бы, чтобы вот те ребята, те, вы все, кто сегодня пришел сюда, кто здесь находится, кто за столом сидит кругом, кто помимо стола сидит кругом, но все-таки мы с вами договорились, обозначились и тренинг решения о создании, я еще раз говорю, некой организации, какой мы с вами сегодня решим, значит, что-то мы могли действительно реально работать. нам очень важно развивать и молодежную политику, и волонтерские движения, и какие-то моменты, чтобы, значит, вы видели реальную работу, и мы, конечно, получали от вас реальные возможности. Хорошо. Значит, давайте, наверное, если вы не возражаете, то мы сразу же перейдем в более практическую плоскость и поговорим о тех, о той форме работы, которая у нас, в общем-то, может быть обозначена, это создание молодежного парламента, создание молодежного совета, значит, и волонтерское движение. По проекту, значит, каждого дня победы мы поговорим чуть позже. Вот. А сейчас вот три, как бы, формы работы, ну, две, это, как бы, они соприкасаются, это молодежный совет, молодежный парламент, а волонтерское движение, оно у нас живет, существует, просто нам, мне кажется, надо какие-то объединяющие усилия приложить с вами, чтобы это была более стройная какая-то работа. Хорошо. Вот давайте. Я, в принципе, все сказал. Хорошо. Давайте теперь послушаем вас. Хорошо? Давайте. Меня зовут Александр Ильична, я из Харстона. У меня есть такой вопрос. Вообще, давайте поговорим о структуре этого молодежного совета. Существуют ли какие-то возрастные рамки и какие-то и к молодежному совету, и к молодежному парламенту? И как будет происходить отборные данные? Вы смотрите, значит, кто у нас ответил там? Александр, Дева? Да. Девушка, где спрятались? Давайте не отвечу на этот вопрос. У нас вот на руках есть документ, который говорит, как раз дает вам представление положения, порядка позирования целей для задачи, которые стоят перед молодежным советом, перед молодежным парламентом. И то же самое есть в понимании видов родственных футболий. Если мы сейчас с вами говорим о совете, да, то, как говорится, здесь начнем с того, что какие функции следят перед советом. Давайте мы сейчас еще разочек посмотрим, да. Итак, совет. Вопросе, анализирует в компетенции в текущие социально-экономические и общественно-перистическое положение молодежи и результаты работы информирования главных городов. Участвует в работе и представлении злодея городского округа, предложения, проверка и плановые предъявления на правах на совершенствование молодежной политики. Принимает участие в подготовке и проведении конференций, консультаций, крупных столов и семенов по вопросам, касающейся реализации государства муниципальной молодежной политики на территории города. Содействует информационному сопровождению в предприятии в сфере молодежной политики. Организует работу по расширению и креплению контактов молодежной организации городского округа с молодежью других муниципалитетов. Обеспечивает воздвижение числа молодежного актива городского округа с нами из кандидатов в состав каждого отдела муниципальных органов в правду. То есть вот что уходит в компетенцию непосредственно органам, о которых мы сейчас говорим, это Молодежный Совет. Далее, как формируется наш Совет? Формируется он сроком на два года. Состав Совета утверждается правовым актом главы городского уроков Росслабмиси. Кто может войти? Значит, могут стать членами Совета граждане в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Постоянный или временный период работы в проживающем территории города. В состав Совета входят представители различных направлений. Это поезд патриотических клубов, молодых предпринимателей, творческой молодежи. Италия, значит, ребята, а вам рассказали все? Да, да, все, все. Ну, наверное, кто-то, чтобы не читать, наверное, каждый из вас смог ознакомиться. Давайте мы будем, как бы, вот, не засорять сегодня сразу, насколько воспринимается, очень сложно. Что-то вам, извините, что я вас перебил. Значит, я думаю, что если у вас у каждого на руках сегодня есть заранее, как вы представляли вам здесь? Или только сейчас? Нет, ребята, мы документы заранее не предоставляли. Документы мы им раздали сейчас. Здесь у нас есть форма заявочки, то есть есть у нас, это есть, почему мы говорим, что кто-то может выбирать кандидатуру, кто-то может выбирать себя, да? И, соответственно, мы и видим речь о формировании Совета. То есть кто у нас желает войти и принять активное участие в жизни в городе. Хорошо. Поэтому, смотрите, ребята, значит, сегодня по составу Совета у нас, сколько состав Совета может быть человеку? Ну, мы не регламентировали, правильно? Да, да. Мы не регламентировали состав Совета. Значит, поэтому, мне кажется, вот смотрите, важный вопрос, который вы задали, значит, еще раз Мишина, Александра, да? Вот, Александра, который вопрос задала, то, в общем-то, понятно, что членом Совета молодежи может быть человек, которому у нас исполнилось 18 лет, правильно? То есть до 30 лет включительно. То есть это подразумевает, что человек обладает правом голосованием. То есть он, как бы, имеет право избирать и быть избранным. Понимаете, да? То есть здесь, сейчас мы полагаем, что вот, и представляю вам на рассмотрение положение молодежи в Совете, мы подразумеваем, что, значит, мы должны провести некие выборы, некое, как бы, формирование этого Совета из молодых людей, которые, мы ни в коем случае не умаляем, достоинства там 16-17 летних ребят, ни в коем случае. Ну, вот положение так показываем, предусматриваем, что, значит, членом молодежи в Совете могут быть длиться не молодого 17 лет. Наверное, значит, ну, наверное, это правда. Если это, как бы, вызывает у кого-то сомнения, давайте мы посмотрим, подумаем. Но положение молодежи в Совете у нас же рекомендовано в области, правильно? Да, да. Вот, то есть это рекомендовано правительством Московской области, и мы, как бы, вносим на обсуждение к вам это положение. То есть оно у нас пока не утверждено. Совет утвержден, парламент у нас будет рассматриваться. Нет, нет, парламент утвержден, а положение молодежи в Совете у нас пока не утверждено. Положение молодежи в Совете у нас утверждено, а парламент будет рассматриваться на заседание, которое строится в Африке. Поэтому постановление, которое утверждает порядок формирования молодежного совета, говорит о том, кто может быть, какие категории лиц могут быть. И в принципе, имея вы на руках, давайте мы пообсуждаем, как все-таки научилась в ситуации поступить, чтобы формировать нормальный состав молодежного совета. То есть, в принципе, все, что касается сферы молодежной политики, все, что касается сферы информационных сотрудников и мероприятий, культурных мероприятий, крепления контактов с молодежным движением, да вообще любая сфера, связанная с функционированием городского хозяйства, она, в общем-то, может рассматриваться и обсуждаться на молодежном совете. То есть, ну давайте так мягко скажем, что молодежный совет это некая альтернатива не правительству муниципалитета, а администрации муниципалитета, чтобы вы как бы могли задать все вопросы. И с предложениями, которые будут сформированы в процессе обсуждения, вы могли выйти в этот прописан, чтобы вы могли задать все предложения главе города и администрации. Для нас важно, еще раз, помимо того, что вы молодые и основной фор, конечно, будет вас направлен на молодежную политику, то нас очень интересует ваше мнение, позиция по всем направлениям ведения городского хозяйства и общей деятельности города. Для нас, конечно, мнение ваше, молодой взгляд, по-моему, для нас вае. Так что будем делать с молодежью-советовым? Чего будем здесь? Пожалуйста. Петровна Ксения, вторая школа. Ну, тут прописано то, что от 18 до 30 лет, а сейчас здесь сидят, ну... То есть здесь еще по школе тоже? Так что мы уже 16 лет, поэтому здесь скорее всего нужно принимать вопрос. Поэтому нужно принимать вопрос о создании советов в школах, а с молодежью уже встречаться в школах. Да, мы молодежь, что в школах сидим. Вот у нас молодежь уже старше 18-й сидит. Ну, смотрите, здесь в проектном решении прописано, что формирование молодежного совета нужно осуществить до 1 до 5 лет этого года. Я помощник главы Жаня Михаил Александрович, для этого я представил, и глава вас призывает к открытому диалогу, чтобы у нас был диалог не заформализирован настолько, поэтому давайте простым словом, как мы можем, давайте будем так, наверное, общаться. Поэтому у вас наверняка есть ваши старшие товарищи, которые могут исполниться 18 лет, может быть, вы за это время в первое число подумаете и сформируете некие предложения к кандидатуре, представить, кто может занять ту или иную должность и быть ответственным за то или иное направление. Ну вот, вкратце, если нет 18 лет, это не значит, что у вас, да, голос, он не учитывается. Если большинство, как бы, именно возраст будет моложе, ну давайте как-то доносить свое мнение до старших товарищей, а старшие товарищи будут ваше мнение внести и доносить уже до сотрудников администрации договоров и соответствуют. Ну, допустим, я готова вступить в этот совет, я хочу, да, допустим, но мне непонятно на структуру, например, да, что это мне там требует. Нет, ну, давайте скажем по-простому, что, какие вопросы у вас больше всего интересуются, в чем вы их забираетесь? Я вступлю в этот совет, что я там должен быть. Ну, посмотрите, вот у вас, может, заинтересованность есть в спорте, в каких-то там художественных... Значит, вот давайте, у нас вообще-то, значит, под... Аня, вот смотрите, значит, любой совет, любой совет, он, значит, вот постановление о создании и порядок формирования совета, он определен, но любой созданная структура, она должна работать в рамках какого-то регламента, да, и, безусловно, любой, вот, пусть мы создаем сейчас совет молодежный, он все равно будет предусматривать, это как бы неизбежно, он будет предусматривать создание регламента работы совета, регламента. И в регламенте мы, естественно, с вами должны записать, создать, что, допустим, в рамках совета создаются, допустим, отдельные комиссии, ну, так скажем, комиссии, молодежные комиссии по различным направлениям, направления, касающиеся молодежной политики, направления, касающиеся работы с трудными подростками, я образ говорю, просто вот фантазируюсь, работа с трудными подростками, работа в сфере культуры, там, допустим, работа в сфере, там, бизнес, с представителями бизнеса, да, вот, и так далее, и так далее. То есть, ну, как любая структура, там, совет депутатов, администрации, в администрации есть структурное произведение отделы, в совете депутатов есть депутатские профильные комиссии, которые в общественном совете, который сегодня создан по инициативе губернатора, там тоже есть комиссии и общественные комиссии, которые работают по различным направлениям, вот. И, безусловно, мы как бы понимаем, что сегодня мы делаем первый шаг, сегодня мы делаем первый шаг, и для того, чтобы сделать первый шаг, необходимо некий порядок формирования этого молодежного совета. Вот этот порядок мы прописали, ну, плохо ли, хорошо ли он прописан, это, как бы, второй вопрос, но он прописан. А вот уже дальше, когда молодежный совет будет создан, то, я еще раз просто вернусь, вот, буквально секунду назад, о том, что, когда он будет создан, то, безусловно, мы вместе с вами, понятно, что самим вам будет сложно, значит, ну, найти-то вы, сзади, вы все продвинутые пользователи, вы все это найдете, но обсудить, как-то его адаптировать к нашим условиям, регламентам, это, конечно, нам с вами придется. Потому что, вот, видно вашего вопроса, что я буду делать, то, безусловно, каждый из вас выстроит свою позицию, что бы я хотел, или работать в сфере молодежной политики, или работать, там, в сфере ЖКХ. Мне хочется разобраться, что такое ЖКХ, и с чем его едят, и куда идут деньги с бюджета на мероприятия по благоустройству, и так далее, и так далее. Ну, то есть, каждый из вас, наверное, имеет какие-то для себя пристрастия, так скажем, много пристрастий. А цель, как-то, донести до всей остальной молодежи, правильно я понимаю? Ну, конечно, вот смотрите. То, что не просто мы будем делать, как раз. Значит, мы согласны, ведь, ну, эти, чтобы достучаться до всей молодежи, достучаться до всей молодежи, мне, как главе, очень сложно, да, учитывая, ну, силу загруженности, там, решение каких-то других задач, у меня есть представители, почему, допустим, у меня есть представители, которые отвечают за молодежную политику, да, вот, но даже они, люди, которые отвечают за молодежную политику, они не всегда могут, значит, в полной мере общаться с молодежью, не всегда в полной мере. И вот для этого, конечно, нам нужен актив, который бы транслировал, что ли, так скажем, в том направлении, в обратном направлении транслировал то, о чем хотим мы для молодежи сделать и получить от молодежи, и то, что молодежь хочет получить от власти. Вот вы некий будет у нас мостик, молодежный совет, некий мостик между, ну так скажем, массой молодых людей и определенной категорией там чиновников, вот так скажем, да? Конечно, для нас этот мостик очень важен. И мы, вот почему мы хотели, чтобы, вот я просто вам на примере скажу, когда мы создавали молодежный парламент в 2010 году и 2011, конечно, я тогда действительно рассчитывал на молодых людей. И пришли действительно, мне казалось, что пришли действительно молодые ребята, которым было уже там 20, 21, 22, то есть студенты были, и они вначале вот так вспыхнули, вспыхнули. Вот, ну допустим, Павел Ермилов, который сейчас в пересвете там тренирует, он же активный товарищ, да? Он тогда у нас тоже был членом молодежного парламента. И, ну потом, учитывая, что у него родился ребенок, там он где-то в Москве начал работать, еще что-то, еще что-то, и у него как бы энтузиазм, он в силу бытовых там проблем, он у него немножко схлынул, да? И, конечно, мы не получили того эффекта от молодежного парламента, который мы ожидали от него. То есть мы хотели, чтобы люди, молодые люди как-то активно включились там и в законотворческую деятельность, поскольку это при Совете депутатов, и какие-то идеи новые бы нам вносили, как-то еще участвовали, формировали нормативно-правовой базы, какие-то предложения высказывали. Ну, к сожалению, это постепенно все ссунуло. Наверное, наверное, вот я скажу, что вот если Аня говорит, что она хотела бы работать, действительно, молодежный совет и молодежный парламент должен приходить не просто так, а действительно с желанием работать. Потому что это, а, это дополнительная нагрузка, довольно серьезная, б, это время, которое отнимается время. Если вы себя хотите посвятить политике, политике, то действительно это важно, это интересно будет. Потому что именно человек, который себя готов отдавать, только тот человек сможет активно и эффективно работать здесь. И поэтому тут надо довольно серьезно, взвешенно смотреть, что каждый из вас хочет, вот придя сюда. То есть, если вы хотите получить знание, опыт и, как бы, ну, даже такую вещь, как узнаваемость, узнаваемость среди молодежи, это тоже важно, потому что каждый из вас должен быть взвешен на троиски. Хорошо. Давайте. Ну, вот, ну, вот, значит, у меня есть желание, у меня есть идеи какие-то, но я не вхожу в эти возрастные рамки, а когда я начну на них ходить, у меня будут уже институты, у меня будут другие заботы, у меня они были тренингом. И весь этот энтузиазм, как вы говорите, он идет. И что мне тогда делать? Поэтому, мои коллеги, если вы знаете, активные члены Совета, да, и есть пассивные члены Совета. Поэтому мы сегодня пригласили, вот вы говорите, мы школьники, нет, ребята, оберните, здесь у нас и рабочая молодежь, скажем так, кто из нас присутствует, да. Поэтому мы приглашали от школы ученический молодежный Совет. И мы надеемся, что вы как в камере говорите, пока у вас сейчас есть желание, вы пассивны, да, не являясь официантами, членами наших Советов, но тем не менее будете активно участвовать, пока у вас есть такая возможность, и походите на ученический молодежный Совет. Хорошо. Значит, вы смотрите, я, честно сказать, в такой ситуации тогда для меня несколько непонятно. пассивная, активная молодежь, наверное, у нас такая градация пока, она, ну, условная, да. В таком случае активная молодежь, которая 18 лет, она что сидит там, за кулисами-то там, что сидит? Давайте. То есть вам умеется сидеть? Ну, здорово. Значит, ребята, мы-то, как бы, понимаем, что здесь-то сильно никто никого не загоняет, поверьте мне. У нас есть действительно устойчивое желание, вот поверьте, это искренне сказано всего, просто искренне сказано. У нас есть устойчивое желание создать молодежную организацию, Совет это будет, или парламент, а может быть и то, и другое, но создать эту организацию, в которую бы пришли молодые люди, не так, что мы их загнали, ну, давай ты будешь в парламенте молодежи, давай ты будешь в молодежном совете. Для нас важно, чтобы все-таки пришли люди, которые сказали бы, мы хотим что-то работать, мы хотим разобраться, мы хотим понимать, мы хотим что-то сделать. Вот таких людей, действительно, нам интересно получить, вот сюда, в эти организации. Понятно, что это сложно, это определенный выбор, это определенное решение, но мы ждем вас, мы ждем. В том числе и те, кто туда, на Камчатку сели, мы тоже вас ждем, давайте. Пожалуйста. Сергей, мне зовут. У меня такой вопрос по поводу сферы здоровой жизни. У меня там есть такой ценный для меня опыт, работу там, независимую, и умеет. И мне интересно, насколько я могу быть полезен в этом совете. Мне не хотелось бы свой потенциал куда-то зарывать, и хочется отдавать как бы свой опыт. И, соответственно, мне интересно, на что я могу вот это, как развернуться, соответственно. Ну, давайте так, может быть, у вас у кого-то есть ответ, ребята? Можем ему ответить. Если вы, как бы, нет, не готовы к ответу, то я отвечу. Значит, еще раз зовут Сергей. Сергей, смотрите, значит, конечно, ваш опыт работы с зависимыми, значит, он тем более востребован, он тем более нужен. Почему? Потому что сегодня у нас зависимых, мы имеем в виду зависимых от каких-то пагубных привычек. Это что? Это натофики, это курение, это игромания, это еще что-то. То есть любая, возможно, зависимость. Правильно? Вот. Конечно, для нас очень важен опыт работы с молодыми людьми, которые попали в некую зависимость. Для нас, конечно, это очень важно. И поверьте мне, значит, ведь у нас вот сегодня в городе у нас нет клуба или организации, куда бы могли прийти зависимые люди и, ну, есть. Ну, если она и работает, то она работает довольно не совсем официально, правильно? То есть... Нерегулярно. Нерегулярно. Ну, я об этом и не уверен. А ведь, даже если мы говорим о том, что мы создаем некую комиссию при молодежном совете, там и так далее, которая бы работала с наркозависимыми, еще с какими-то... Ну, понятно, с наркозависимыми сложно работать, это понятно, но, значит, если бы у нас, если у нас будет официально какая-то комиссия, а может быть, какие-то организации официальные, которые будут заниматься подростками, которые в той или иной степени от чего-то зависят, может быть, где-то встречаться с ними, общаться официально, на регулярной основе, то, наверное, это было бы здорово. Это было бы здорово. Более того, это бы нам позволило, наверное, я просто так уж фантазирую опять же, наверное, это бы нам позволило, если мы имели организацию такую, которая бы работала на регулярной основе, то есть это бы нам позволило найти некие источники даже, может быть, поддержки. Понимаете, да? То есть любая же организация, кроме разговоров, она требует каких-то вложений, капитальных, серьезных вложений. То есть, как вариант, мы тогда могли предусматривать, в том числе и какое-то финансирование, будь то внебюджетное, внебюджетное, это уже я сейчас опять же разговариваю, фантазирую. Но, конечно, ваш опыт, который, как вы говорите, есть у вас, здесь он был бы, конечно, бесценен. Вот мне так кажется. Я все-таки выступаю в роли модератора, да? Вот написано, со старств советов, вот представители следующих направлений. А вот это вот только узкий круг этих направлений или будут создаваться еще какие-то дополнительные направления? Ну, допустим, будет интересно, если бы я по работаю с сотрудниками правоохранительных органов, так как свою будущую профессию хочу связать с этой деятельностью. Можно ли будет как-то создать какое-то волонтерское движение, которое будет помогать, допустим, сотрудникам ГИБДД выходить на дорогу и смотреть, как они работают, и вместе с ним какой-то ценой опыт отработать? Вот хорошие вопросы или это не вопросы, или это просто рассуждение. Да, конечно, безусловно, абсолютно направления могут быть разные. Вот вы сами уже очертили некое направление работы молодых людей, которые могли бы себя посвятить работе правоохранительных органов. Я, допустим, вырос в советское время, в 70-х годах, когда я учился в институте, я с 72 по 77 год учился в институте, то, допустим, у нас было такое движение, как народная дружина, оно сейчас пытается возобновляться, но сложно идет, потому что сегодня, даже сегодня уже никто бесплатно, никто никуда ходить не хочет. У нас было такое движение, как оперативный отряд, это молодые помощники оперативным сотрудникам, то есть в рамках оперативной работы, производственной работы, мы как комсоморцы, мы тогда были комсоморцами все, и мы работали, но у нас удостоверения были, там такие красные, все подположено, что мы оперативный комсоморский отряд, который помогает работникам милиции, когда милиция была. Поэтому, как вариант, я еще раз повторяю, что вариантов много, и порой не надо изобретать ничего нового. Все, есть, все уже было пройдено за нас с вами. И сегодня, вот я привел пример, что, а почему не создать какую-то группу людей в Молдивном Совете, которая бы организовала взаимодействие с органами внутренних дел, полиции, там и так далее. Которая бы ходила там, помогала, расследовала, то есть это бы, конечно, опыт какой-то приобретали, как мы раньше занимались. То есть я вижу, что это тоже, то есть вот это не, как говорят, не круг вопросов, под которым проведена черта, то есть неограниченный круг вопросов. То есть он может быть расширен, сжат и так далее. То есть здесь есть, как говорится, почва для творчества. Давайте, какие еще один вопрос? Вы слышали или нет? Я слышу. Можем ли мы это редактировать? Можем, мы редактировали. А? Можем мы редактировали. И еще предложение создать какую-то площадку, где вот люди там 4, 15, 16 лет, они смогут свои предложения, свои какие-то идеи создавать и взаимодействовать, сотрудничать с этим. Вот смотрите, вот смотрите. То, что здесь нужно сделать советы внутри школ, чтобы эти советы, которые школьные, уже передавали все свои решения и информацию, уже не начинали в школу. А если не снимать советы, то хотел бы и зарядиться с ним. Вот смотрите, Аня, я вот, я только хотел сказать ту мысль, которую вы сказали. Значит, смотрите, мы сейчас подумаем о редактировании, то есть мы сейчас проконсультируемся, возможно, невозможно, если это возможно, там, в 16 лет, да? То есть, безусловно, мы редактироваем. Нам очень важно, чтобы как можно больше молодых людей пришло к нам, пускай даже это будут, там, 16-летние, давайте 16 лет, да? Это нам важно. Может быть, нам сократить в 16 и в 28 лет, потому что в 30 лет уже, как правило, все переженились, и никто уже не хочет, если кто-нибудь, если он не в профессии, то он уже никто не хочет этим заниматься. А вот в вашем возрасте, там, 16-17-18 лет, это действительно интересно и познавательно, правильно? Вот то, что сказал Аня, я думаю, что, значит, вот люди, молодые люди, которым, там, 14-15-16 лет, которые не вошли в молодежный парламент, на которые хотят и кипят и денег, да? То, наверное, молодежный парламент или молодежный совет, он и будет тем сведущим звеном, еще раз говорю, который, я бы, позволит вам, допустим, вот вы, создаете у себя внутри парламента, внутри совета молодежного, создаете направление, которое будет работать с советами школ. Правильно? То есть, это есть одно из направлений, которое будет работать с советами школ. Второе направление, образ, ну, я вот так нашли КВРУ, значит, которое будет работать с молодежными движениями. То есть, вот в молодежном совете, я, вот, вы сказали, можно ли расширить. Вот мы сами приходим к тому, что, вот уже видите, еще одно направление, еще одно направление, которое может быть, и которое, при желании, мы можем с вами продвигать. То есть, движений таких может быть сколько угодно. Главное, вот поверьте мне, уже зрелому мужчине, которому седьмой десяток лет уже, вот, поверьте мне, все зависит от инициативы. Вот есть инициатива, есть инициативные люди, будет работать идея. Как только инициативных людей нет, идея умирает. Поэтому, а все зависит от вас. Конечно, мы постараемся сделать все, чтобы вас поддержать, выписывать как-то, ну, оттолкнуть. Но от вас должна быть идти энергия, идея, нужно подряжаться этой идеей и вам помогать. Вот, я считаю, так. А по поводу, вот, именно, как бы, корректировки, дописываем мы и подумаем, обязательно, если такое, как бы, мы согласуем с правительством, что такое возможно, ну, конечно, подкорректируем. Нам более даже интересно, чтобы пришли 16-летние. Не потому, что 18-летние, это хуже, нет, но молодые, энергичные 16-летние ребята, они у нас, они здесь, они сегодня здесь, в школе. И мы, по крайней мере, будем иметь связь, в том числе, и с теми ребятами, которые сегодня учатся в школе. Это 9, 10, 11 класс. Понимаете, да? Вот мы сегодня, мы были на неделе у вас, в школе, а сегодня мы были в третьей школе. Вот, вы были там, да? То есть, мне кажется, что вот это общение, оно не, для меня, допустим, оно ценное. Не потому, что мне хочется, там, чтобы меня больше людей знало. Нет, не поэтому. Мне хочется именно, вот, понимать, все-таки, что волнует наших молодых людей. Вот, что волнует. Какие у них есть вопросы. Ведь они совершенно, может быть, порой, вы не обижайтесь только, да? Они, порой, несколько наивным своим мышлением, излагают проблемы в совершенно другом формате. И она высвечивается совершенно по-другому. И вот, это тоже, своего рода, возможность понимать, что происходит на территории города. Вот, только в другом ракурсе. И это, для меня, допустим, это поведение. Пошел, давайте, какие вопросы есть, касаемые, вот, ребятам, формирования молодежного совета. Наталья Ивановна, все-таки мы хотим... Наталья Ивановна, подойдите. Александр, где вы? Здесь. Значит, давайте мы все-таки до наших ребят донесем, что мы сегодня хотим, в формате сегодняшнего клуба стола, что мы хотим получить по молодежному совету. Сегодня наша первая встреча по формированию молодежного совета. Поэтому первая и главная задача стоит. Вы сами знаете прекрасно о том, кто у нас из молодежи активный, да? Имеет какие-то, как говорится, направления, интересы. И поэтому, естественно, понимаете, ребята, если мы будем пассивны, то из нашего совета, ну, не получится, да, активной такой хорошей работы. Поэтому мы вас очень призываем к тому, чтобы вы проявили вот такую активную свою позицию, подумали, либо не стеснялись, выдвигались свои кандидатуры, либо, как говорится, проговаривали со своими друзьями, знакомыми, с предприятиями у нас, я знаю, на предприятиях очень много сейчас работает молодежи. И вдруг у нас сформировался с вами очень активный такой вот энергичный молодежный совет. То есть мы сейчас вам даем заявочки, вы прорабатываете, думаете, проговариваете со своими, как говорится, коллегами, ребятами, инициируете, просто срокодируете, чтобы они приняли участие. Все заявки мы принимаем у нас в отделе развития социальной сферы. Вы знаете, да, Чкалова 14, всех, мы вас ждем там. Либо Саша вам оставит контакт на телефончике, можно по электроночке подать заявку. Мы собираем ваши заявки и нововеждения потом подаем Александру Ивановичу. Ваши заявки проходят утверждение, согласовываются, и мы уже утверждаем состав совета. И уже формируем следующую нашу встречу уже с конкретными, определенными формированием самого плана работы. То есть мы сейчас правильно хорошо обозначили, что, да, того, что интересует. И уже мы видим, есть интересы в разных направлениях у вас. И это хорошо, потому как у нас должны в совет ходить люди с различными интересами, с различными направлениями. И уже будем с вами формировать саму программу работы совета. И, как сказал Александр Иванович сегодня правильно, это вы наше вот то связующее звено, которое мостик, да, как бы с работы нас, администрации, чиновников и с молодежью. То есть вот именно взаимопередача информации, интересов, да, жизни. То есть мы от вас хотим знать, чем вы хотите жить, чем вы хотите заниматься, что вас интересует. Что вы формируя какие-то мероприятия, мы их формировали от ваших предложений. И тогда они будут для вас еще более интересны. Тоже я также напомню, что по поводу того, что, ну, говорили, что это 17 лет и так далее. То есть мы не запрещаем давать заявки, выходить со ста, по совету, кому есть 14 лет, 16 лет. Просто члены совета будут иметь неактивный голос, который будет прямо засчитываться и влиять на какие-то результаты. То есть примерно на праздник документриятия не соводить. Ваш голос будет пассивным, он будет иметь именно рекомендательный характер. То есть вы можете своей речью сказать и убедить, а самим членом совета перейти на вашу сторону. То есть идет еще различие от активности на массивный член совет. Вот, это касается как парламента, так и молодежного совета. То есть в принципе там-там активным является член, которые есть, 18 лет и 30 лет, а пассивным где-то от 14 до 17 получается. То есть если вы можете так же вступать, вы имеете такие же права, только ваш голос всегда идти неактивным, а с учетом. Значит, уважаемые ребята, обняйте, чтобы я посоветовал вам. Вот нам интересно все, кто активно хотел бы работать, независимо от возраста, мы готовы с вами работать. Вот, независимо, 14 лет там, 15-16, если у вас есть желание и активная позиция, давайте. Значит, Александр, раздаете свои координаты, ректорную почту, я вас всех попрошу. Мы вам раздали право, значит, положение молодежного совета. А парламент, там есть у вас тоже. А парламент мы не раздали? В парламент мы его раздавали, сейчас кому-то отдать, еще дайте им. Так, если кому-то нужно еще парламент, пожалуйста, я могу отдать. Кому? Умение. Вот, пожалуйста, отдай. Еще кому-то? Нет? Значит, давайте, ребята, посмотрите. Александр, я думаю, вам есть такое поручение о том, чтобы, допустим, сколько времени нам надо, чтобы вы подали свои заявки. Но я бы хотел, чтобы вы свои заявки подали с неким видением того направления, в котором бы вы хотели себя посетить. Вот, вы как бы просто как приложение к вашей заявке, как приложение, все-таки, если есть такая возможность и желание, осветите те направления, которые бы вы хотели, как бы, ну, возглавить, там, не возглавить, но, по крайней мере, участвовать в этом направлении. Поэтому, вот подумайте, может быть, есть смысл показать, чтобы мы сразу понимали, какая категория ребят у нас преобладает, и кто бы хотел где работать, пожалуйста. Николай Пересвет, я как бы веду тренерскую деятельность в клубе, и мне есть смысл вообще, когда от молодежного совета это все идет. Ну, я как бы, у меня развитие, что так, что так, не знаю, просто детально натянутся. Ну, знаете, мне кажется, еще раз, Александр? Николай. Николай, вы знаете, я думаю, что о том другом совершенно не противоречит, не мешает. Значит, наоборот, более того, значит, деятельность Пересвета, деятельность Пересвета, мы с Павлом разговаривали, вот, она, если она будет, в том числе, перекликаться с деятельностью молодежных организаций, парламента, совета, мне кажется, вам просто это еще придаст некий статус, как вам лично или в вашем движении, в вашей организации, поэтому я тут не вижу совершенно, только поддерживая то, что ничего тут такого не оказалось, я, наоборот, даже приветствую, да. И вот как раз хотел бы еще вставить по поводу вот этих заявок, то есть срок приема заявок у нас идет в 25 апреля, то есть в объявлении, если вы видите, то мы это прописываем, то есть с какого у нас идет приема этих заявок, потом, ну, вам видит, например, Александр Александрович, и плюс заявки, и есть такой пункт, это как, почему вы хотите поступить в молодежные советы, вот там вы можете прописывать как раз причины, чем хотели заниматься, почему, как, даже можете сказать, как вы будете действовать. Хорошо. Ребята, еще есть какие-то вопросы у вас по формированию молодежи в парламенте? Ну, понятно, что молодежный парламент, он, в принципе, вот положение мы раздали, он будет каким-то образом, наверное, скоординировано, это положение Совет Депутата будет рассматривать, может быть, он что-то изменит, может быть, не знаю. Вот, но принципиально, в принципе, будет вот это положение в молодежном парламенте, и Совет Депутата будет его утверждать в заседании Совета. И дальше мы, конечно, с вами, формирование молодежного парламента, оно будет происходить немножко уже, как бы, параллельно. Поэтому мы сегодня говорим пока о молодежном совете, о молодежном парламенте мы вам отдали, так, для проработки и рассмотрения, но по молодежному парламенту мы вернемся с вами к подтверждению, когда Совет Депутата будет проведение о молодежном парламенте. Понятно, да? Значит, смотрите, еще один момент, который касается волонтерского движения. Я бы все-таки полагал, что действительно у нас, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что у нас есть во многих школах учреждения культуры, образования, волонтерские, назовем так, команды, да? Да? Команды или там актив. И все они, как бы, решают какие-то задачи, свои задачи. Кто-то поисковые отряды, кто-то еще какие-то задачи решает. И, безусловно, они все приносят определенную пользу, понятно. Но сегодня мы должны понимать, что, может быть, в рамках еще раз молодежного совета, как-то систематизировать это направление, чтобы они не действовали разрозненно, а, может быть, работали в единой связке, решали бы, может быть, совместные какие-то задачи, которые бы как-то были объединяющими. Вот в прошлый раз мне понравилось, что многие выступали действительно за некую консолидацию в этом направлении. Может быть, действительно подумаем, давайте, чтобы была некая связующая организация или, да, надстроечка маленькая, которая бы координировала деятельность всех волонтерских заведений в нашем городе. Есть такая необходимость тут? Как вы считаете? Конечно, есть, естественно. Потому что волонтерство, ну, оно само по себе не может существовать. И не нужно в любом случае. Должна быть структура и должно быть единое направление. То есть, так как у нас занимается волонтерством несколько групп, да, можно сказать, и из-за этого их незаметно, их не видно. Волонтерское движение, оно должно быть единым. То есть, ну, оно может, да, там, ответвляться на спортивное волонтерство, на военно-патриотическое и так далее, и так далее. Но в любом случае это должно быть единая организация, которая уже распределяется на нескольких частей. Ну, и каким образом вы предлагаете объединить вот это волонтерское движение? Через сайт. А? Через сайт? Через сайт. Нет, я... Это рвану. Я... Извините, что наполняет. Я знаю, через еще раз, мне хотелось мнение услышать наших молодых людей. Мы с вами сейчас за ним все расскажем, а потом будем удивляться, почему у нас что-то не работает и что-то работает. Давайте через инициативу молодых людей будем идти. С руководителями нужно работать, с этих волонтерских движениями. Какой-то комитет с этими руководителями не уезжают, а это же ведет какие-то шаги. Цель нужна вообще. Ну, цель есть у нас? Цель, это есть. Это объединение волонтеров, которые не говорят в нашем городе, потому что волонтерство, оно идиным должно быть. Нет, ну, цель объединения, это... цель объединения, это понятно. Наверное, вы имеете в виду, что цель объединения должна быть какая-то идея, да? Единая идея. Это или ведение военно-патриотической работы, или это работа с ветеранами. Ну, я считаю, она должна быть четко звучать в вражеском голове. Ну, а с одного, вы помните, цель. Нет, я понимаю. Поэтому, значит, здесь все-таки, вот, мы понимаем, и Наталья Ивановна высказала эту идею, значит, что все-таки объединение должно идти через Молодежь и Совет, правильно мы понимаем, да? Или я-то не точечко сказал. Правильно. Правильно, да? Вот. Ну, наверное, поэтому, вот и мы говорили, что, когда говорили, а какое направление может быть, может быть, не может быть. Вот одно из направлений, я сказал, что, наверное, одно из направлений работы Молодежного Совета, это работа с волонтерскими движениями. И вот так комиссия, назовем, или там человек, который будет отвечать за волонтерское движение в Молодежном Совете, он и должен координировать вот эту всю работу волонтерского волонтера. То есть, как тут было сказано, создать какую-то общую комитет или комиссию общегородскую волонтеров, да? Или там совет волонтеров, еще раз называть, как угодно. Вот. Но, значит, и вот объединяющей силой, мне кажется, должен быть или комитет, или комиссия, или человек просто отдельный, который должен работать в Молодежном Совете. Вот, мне кажется, так. Или есть какие-то другие университеты? Ну, молчим, это за согласие или нет? А, за согласие? У нас удивление вызывает. А совет может ставить цели этим волонтерским движением? Нет, почему? Смотрите, смотрите. Направляем? Да, конечно, конечно. Значит, ведь любое движение, волонтерское это будет, или какое-то иное движение, оно, как вы правильно сказали, оно направлено на какую-то реализацию, какой-то цели, идеи, да? То есть, если мы говорим, что это поисковый отряд, поисковый отряд, который в школах вот действует, то у них есть определенная цель и задача. Они занимаются поисковой работой. Но, почему бы нет, почему бы не, допустим, не быть там кому-то координирующим каким-то элементом? Допустим, министическим Молодежным Советом, он говорит, ребята, давайте соберемся вместе. Собрались там пять руководителей волонтерских направлений движения, или все вместе собрались, волонтеры собрали, все вместе. Говорим, ребята, вот у вас есть идея такая, у вас есть идея такая, у меня сидит. А давайте мы вот вместе пойдем туда, давайте вместе сделаем вот это. Ведь у нас очень много задач, которые, вот мы сейчас с вами придем к вопросу о том, что у нас стоит празднование 9 мая, да? Как вариант, у нас очень много вопросов, которые необходимо, чтобы участвовали волонтеры. Вопросы, которые участвовали волонтеры? Да. Вот, поэтому организационные вопросы, которые вы можете решить самостоятельно. Как Молодежный Совет Волонтеров и их лидеры, они будут советоваться, какие-то свои действия, и Молодежный Совет будет полностью контролировать волонтеры? Вы знаете, контролеров у нас хватает. Нам не надо контролировать, нам нужно, чтобы координаторы были. Это вот Совет Молодежный, он должен координировать работу. А контролировать, давайте вы сами себя контролируйте. Контролером у нас, самым главным контролером у нас, ребята, должна быть совесть нашей главы. Понимаете? То есть это самый главный контролер. Если мы приняли решение что-то делать, то мы должны его реализовать. Если мы приняли такое решение. Если мы не приняли, то понимаете, да? Хорошо. А тут у нас уже расходится, я думаю, что мы уже достаточно час почти с вами сидим, да? Хорошо. Значит, какие-то есть вопросы, касающиеся молодежного движения, волонтерского движения? А по волонтерским книжкам можно вопрос задать? С какого возраста их у нас в Кожде? А ну. Да, волонтерские книжечки. Здесь нет никаких ограничений по волонтерскому движению. Каждый человек, желающий принимать участие, да? Я имею в виду молодежь 14 лет, да? 14, да. У меня просто девочки у меня в детском активе. И в 14 будет в этом году. Но они у меня выполняют уже очень много молодежных деятельностей за последние полгода. И я думаю, что как раз в нем молодежи, возможно, очень торжественно заявить. То есть, возможно. Это такое? Конечно, конечно. Ваше я, молодежь, но планируем торжественных движения. Поэтому давайте в том числе и подумаем, когда мы сейчас сформируем молодежный совет, то мы в рамках молодежного заработка молодежного совета и рассмотрим вопрос, что-таки координации, координации подчеркну, работы волонтерских организаций движения. Договорились? И последний вопрос, который мы хотели с вами обсудить, это участие все-таки в праздновании 9 мая подготовки. Здесь, Наталья Ивановна, какие у нас вопросы есть с молодыми людьми? Мы всегда, когда мы проводим день молодых денег, 9 мая, День Победы, это мероприятие, вы понимаете, достаточно масштабное, грандиозное. Оно включает в себя несколько различных мероприятий. И поэтому без вашей помощи мы здесь, конечно же, ребята, подпись не можем. Естественно, понятное дело, Георгиевская леточка – это традиционное мероприятие, которое всегда организуется и проводится с участием волонтеров, с участием молодежи. Помимо этого, при проведении праздничных концертных мероприятий нам всегда необходима ваша помощь. Потому как вы видите, ветераны с годами, они, как говорится, чувствуют себя все хуже и хуже. Но на праздник им также хочется попасть. Это их праздник. И поэтому они прилагают максимум своих усилий. И здесь ваша тоже помощь нам очень необходима. Вовремя помочь встретить, проводить, посадить ветерана. Оказать ему помощь, чтобы он не стоял в том же, как говорится, очереди за кашей, а помочь для него взять эту полевую кашу и подать. То есть вот здесь, понимаете, на протяжении всех наших мероприятий, сопровождение ветеранов – это очень важный такой ответственный момент. И поэтому мы вас очень надеемся на вашу помощь, на вашу активную позицию. Мы думаем, что к этому времени у нас совет все-таки заработает. И мы все активно будем в этом участвовать. Мы вас к этому призываем. Ветераны заслуживают очень большое внимание, уважение, вы это знаете. Хорошо. Вопросы есть в этом плане? Вот смотрите, здесь важно, помимо того, что мы хотели бы, чтобы вас в инициативном порядке все-таки поступила некая помощь, вот с точки зрения, чтобы мы вас… Ну, я не хочу приупотреблять для слова, чтобы вы никого не загоняли туда, что надо. Вот ты должен прийти и там помогать. Так это все-таки в добровольном порядке было. Это первое. Конечно, очень важно, чтобы вы просто даже, даже просто пришли и приняли участие в праздновании, значит, 9 мая, праздником обеды. Это первое. Второе. Незусловно, мы в этом году все равно пойдем, как бы, в «Бессмертный полк» уже третий год будет, он будет снова проходить в «Бессмертный полк». Поэтому, если у вас есть там дедушки, бабушки, там еще кто-то, кто участвовал, значит, в тылу работал или воевал на передовых позициях, то мы, конечно, приглашаем вас, чтобы вы, так сказать, с портретом дедушки, бабушки, если у вас есть таковые, прошли, также в рядах принесли его вместе со всеми. Значит, вот это тоже является активной позицией, в том числе и помощи в участии в праздновании 9 мая. Ну и последний момент, который я хотел бы проговорить. Сейчас у нас идет месячник по благоустройству по городу, и мы будем организовывать субботники 16 и 23 числа. Здесь тоже очень важно, чтобы ваша позиция была активной. Значит, понятно, что есть организации, которые занимаются уборкой, где-то некачественной, где-то некачественной. Но традиционно у нас так сложилось исторически в России, в Советском Союзе раньше, что всегда в весенний период проводятся месячники по благоустройству. И вот с 16 и 23 числа мы будем проводить эти субботники. Поэтому мы, естественно, приглашаем вас также к реактивному участию. И самое главное, мы под вегидой «Единой России» будем в этом году, вот так уже, наверное, 8 или 7 год подряд, проводить субботник по уборке ванного леса. Мы его всегда проводим под вегидой «Единой России». «Единой России» выступает организаторами. Вот уже два года подряд мы привлекали к этой акции не только «Единой России», но и коммунисты КПРФ, и «Яблочники», и «Справедливая Россия», и общественные организации, и «Боевое братство». Поэтому здесь мы бы тоже хотели, чтобы вы, как молодежь активная, которая себя, я надеюсь, не только позиционирует, но и будет участвовать в молодежном совете, вы также приняли активное участие в этом и проявили свою активную гражданскую позицию. То есть мы также вас призываем. Это дополнительно будет, конечно, доведено, в том числе и мы до вас доведем эту информацию, когда, в какое время будет проводиться это мероприятие. Вот то, что я хотел сказать. И последнее, чтобы подвести некий итог нашей сегодняшней встречи, я просто еще раз напомню, что формирование молодежного совета, Наталья Ивановна, я правильно говорю, мы формируем год 25-го числа, стоятку принимаем, год 25-го апреля. Поэтому я попрошу всех, вас, ваших друзей, коллег, соседей, с кем вы общаетесь, молодых людей, активных людей, кто сегодня не присутствует здесь, но вы знаете, что человек может активно работать, помогать, я бы попросил вас пообщаться с ними, вас лично, проявить активность. И если вы готовы, как я вначале сказал, посвятить себя некой общественной работе, то мы ждем от вас заявок. После того, как заявки будут поданы, мы посмотрим, формироваем примерный состав совета молодежного, мы с вами встретимся, все раз проговорим, никого силу мы с силком заталкивать никуда не будем, понятно. Только добровольная позиция, только добровольное желание работать на благо нашего города. Поэтому мы ждем от вас заявок, положение мы вам раздали, каждый может посмотреть. И я думаю, что в следующий раз мы с вами встретимся уже, ну, наверное, мы определим время конкретное, я не буду сейчас называть дату, но затягивать мы не будем, как только скальпируем предварительный список, то сразу же с вами мы встретимся и поговорим. Мы уже, может быть, здесь, может быть, также в формате кузового стола, но уже по более конкретным вопросам, в том числе, может быть, и по регламенту работы молодежного совета. Вопросы? Есть вопросы? Спасибо, ребята, всем. Вот сегодня я честно скажу вам, значит, я сегодня общался и в третьей школе пообщался и с вами сегодня. Скажу откровенно, что сегодня у меня очень хороший день. Я сегодня с положительными эмоциями, потому что общение с вами составляет большой позитив и заряжает, честно говоря, идеями и тем, что у нас в городе есть молодые активные ребята. Это очень важно. И спасибо вам за то, что вы вы такие. Спасибо. Сегодня день космонавтики, 55 лет. Всех с праздником. Продолжение следует...